Приветствую всех! Меня зовут Евгений и в этом видео я покажу поистине высочайшее мастерство металлообработки и в частности станкостроения. Речь пойдет о действующих миниатюрных станках, произведенных в единичных экземплярах и несущие тот функционал, который присутствует у старших братьев. По сути своей это рабочие самодельные мини-модели серийных больших станков. А начнем с вот такого малыша, произведенный по словам владельца мастером Полежко на киевском заводе Арсенал. Думаю, многие уже догадались копией какого станка данная модель является. Несмотря на свои мини размеры, мы замечаем ту скрупулезность и детализацию, которая действительно вызывает восхищение и уважение автору данного чуда. Ведь сделать такие маленькие детали и при этом с такой точностью порой бывают еще сложнее, чем большие. Станок также имеет всю необходимую оснастку, которая присутствует у большого станка. А вот и фрезерный станок, размерах которого можно судить по коробку спичек, который стоит рядом. Стоит ли говорить, что это и горизонтальный, и вертикальный фрезерный станок, и трансформация происходит за счет установки или снятия так называемого башмака? Вы удивитесь, но в комплекте есть еще и делительное устройство с невероятной для таких размеров точностью обработки, о чем свидетельствует вот такая шкала с выбитой на ней градусами и миллиметрами. Есть также и шкала нониуса. И это еще не все. Представляю вам самый маленький рабочий строгальный станок, у которого реализована даже система поднятия резца при обратном ходе. На столе мы можем заметить самые маленькие лекальные тиски. Привод ручной, что вполне логично, однако узел очень оригинальный. Есть упоры для ограничения хода ползуна. Сам стол наклоняется на определенный угол. Присутствуют все необходимые лимбы на всех рукоятках управления. Еще одним непревзойденным конструктором мини-репродукции больших станков является итальянец Леватти Фулвио. Вы только посмотрите на это количество мельчайших деталей. А если представить, что это все и работает? у 망чайский деталей. valы не извозны и joy. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а на этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока!